Вроде бы нормально выставился. Вроде бы. Вроде бы даже фокус не должен быть проебан. Вот, я сомневаюсь в этом, конечно, но если уж проебался фокус, то это значит, что в первую очередь проебался я. Друзья, добрый день, счастья, здоровья, вот это вот все, привет. Сейчас Станислав Александрович вам будет за автомобильные новости разгонять. У вас воскресенье или суббота ночь, что-то в этом духе, в любом случае, скорее всего, вам этот день работать не нужно, поэтому вы на расслабоне. Кайфы. В любом случае, расслабон всегда веселее напряжением. Что такого вам разогнать в самом начале? Первое, мы сделали очень нестандартное действие, так никто, конечно же, до нас не делал вообще на ютубе, в принципе, никто никогда, нет, вообще, нет, ни разу, мы уникальны в этом плане. Мы заказали дизайн у Артемия Лебедева, точнее, мы заказали дизайн у его нейросети, которая называется, там, кто-то там, Иронов, Николай, Дмитрий Иронов, ну, короче, у нейросети, вот. Парни мне уже показали примерно, что она нам выдала, я охуел, и мы пока не знаем, что с этим делать. Мы в любом случае вам это покажем, но, скорее всего, мы уже покажем вам какую-нибудь готовую нашу айдентику, которую мы, возможно, сделаем либо на базе того, что нам сделал Лебедев, либо все-таки переделаем и сделаем полностью свою. Непонятненько пока. Еще пока решения точного нет. Но вот если парни захотят вам показать один из вариантов, вот вам один из вариантов. Ну, или вот еще один вам. Да, такое. В предыдущем новостном выпуске я вас ввел в небольшое заблуждение тем, что должен был выйти корок, а он не вышел, потому что дед забыл принять таблетки, и все в кукухе уехало, все дедлайны и так далее. Корок выходит завтра, если я снова ничего не путаю. Но, по идее, вот от того момента, когда вы смотрите этот ролик, от воскресенья, корок выходит завтра, в понедельник. А в четверг должен был выйти видос, вот этот вот, студийный, по поводу того, как там определиться с покупкой автомобиля. Потому что у меня инстаграм и вконтос полностью завален вопросами по поводу того, что Стасон, а что купить за миллион? Все, больше вводных данных не появится. Стасон, что купить за 300? Что купить за 500? Какая тачка лучше за 3 миллиона? Какая самая лучшая тачка за полторами? Вот больше вводных данных люди не дают ни тип кузова, ни возраст, ни бюджетно содержание, ничего вообще. Просто вот, типа, лови такой вопрос и обязательно нам ответь, чтобы мы обязательно не прогадали. И вот на такой вопрос, по сути, я отвечаю в видосе. Каким образом определиться с маркой, моделью автомобиля? Вот. Поэтому обязательно посмотрите, если еще нет. Я дописал сценарий документалки одной из, которую как раз-таки мы не будем вам спойлерить. Все такие, типа, о, альтернативные источники энергии, о, точно. Нет. Пацаны, мы готовим сейчас 3 документалки. Сразу, параллельно. И я сажусь за новый сценарий. Вполне возможно, я очень сильно надеюсь, что с Бали я приеду с двумя сценариями, готовыми полностью от меня. И один сценарий мы сделаем вместе с Лизой. И по итогу у нас аж 3 документалки мы сразу будем снимать по возвращению в Москву. А это где-то будет примерно в середине февраля. Да, вот такая я скотина, я тут буду сидеть до середины февраля. Да. Но зато довольно продуктивно получается писать сценарии. Плюс еще я здесь запишу несколько роликов на основу. Раздадим долги. Мы все-таки сделаем полный разбор BMW, Мтеха, который я уже торчу примерно месяца 4-5. И плюс еще один видос, который тоже вам будет довольно полезен. И все это вы увидите до середины февраля, я надеюсь. Очень сильно, если вдруг у нас ничего не пойдет с бордой, потому что самое главное, что у нас постоянно тут идет с бордой, это интернет. Потому что вот этот же самый новостной выпуск в исходниках весит примерно 40-50 гигабайт. И мне, чтобы его закачать парням, нужно потратить весь день. Притом просто оставить ноутбук где-нибудь, чтобы он загружал на вилле, не получается. Всегда нужно идти в кафе, потому что в кафе почему-то интернет получше. Но получше это, опять же, 1 мегабит на загрузку, 1,5 мегабита на загрузку. И ты такой, 50 гигабайт, удачи мне большой. Я столько не могу в себя засунуть еды, сколько нужно, по идее, засунуть за все то время, сколько ты находишься в кафе, загружая 50 гигабайт. А видос на основу тот же самый Мтех будет весить примерно 150. И вот что с этим делать, не совсем понятно. Но это уже мой внутренний бомбеж, вам, по идее, надо должно быть по барабану, поэтому давайте к новостям. Коллекция из 230 уникальных мотоциклов сгорела к херам в Астрии вместе с музеем. К херам это мое дополнение. Сгорел музей мотоциклов Top Motion Crosspoint. И несмотря на то, что с огнем боролись около 60-ков пожарных, спасти коллекцию не удалось. Какое-то время назад мы с вами обсуждали, что где-то сгорела большая коллекция автомобилей, а вот теперь и мотосообщество присоединилось к этому движу. Ну, что сказать, очень-очень грустно. Старые моторы, новые опции и рестайлинговый Volkswagen Terramont для России рассекречены. Ребята пошли по тому же самому пути, по которому они и пошли в случае с Тигуаном. Привезли новую внешность, добавили немного новых опций, но техника полностью осталась старой. Но по большому счету абсолютно фиолетово какой там на самом деле новый Terramont, потому что их продается 3 штуки по году и никакого глобального влияния на рынок они не имеют. Поэтому хер бы с ним. Хотя сам по себе этот Terramont, ну, как идея, прикольный, потому что он здоровый, семиместный, все такое, но за те деньги, за которые он стоит, рынку он не сильно нужен. К моему большому сожалению, не вся продукция Volkswagen востребовала нас в стране. Поэтому и пофиг. Как вы думаете, что объединяет Тесла и Андроид? Ну, кроме того, что и то и другое топ за свои деньги. Связующим для них является язык программирования Ява, который использовался при разработке. И это вот вообще неудивительное сравнение, потому что на языке Ява работает более 3 миллиардов устройств по всему миру. Ну, и если вы давно поглядываете в сторону IT-направления и хотите овладеть высокооплачиваемой и востребованной специальностью, то для вас существует курс по Явой разработке в онлайн-школе SkillFactory. И это идеальный вариант для начала карьеры, потому что всего лишь за год вы освоите все необходимые навыки и с нуля дойдете до уровня джуниор, а еще за полгода до уровня мидл. В программу обучения входит объектно-ориентированное программирование, разбор современных технологий бэкэнд-разработки и создание проекта для авиакомпании. Да, все верно, вы сами будете заниматься продуктом для перевозчиков. Среди преподавателей традиционно крутые ребята. Среди них старшие разработчики из Каэнг, Ламода и Рамблер, которые научат вас писать серверную логику, тратировать приложение на Ява и проводить дебаггинг. А по окончанию курса в карьерном центре SkillFactory вам помогут составить правильное резюме и предложат вакансии от партнеров школы, таких как ВКонтакте, Ламода, JetBrains и другие. Ну и, естественно, до собеседования также доведут. Вам остается только учиться. Поэтому переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс и покоряйте IT-сектор. Проект внедорожника русский Прада может быть заморожен. Компания Солерс прекратила некоторые работы по проекту так называемого русского Прада, внедорожника у вас нового поколения. И как бы идет срач в интернете непонятный, в одних источниках написано, что ребята приостановили только какую-то часть работ. Где-то написано, что полностью проект заморожен. Но в любом случае, УАЗ Патриот, великолепный в своем ужасе автомобиль, скорее всего, останется великолепным в своем ужасе в единственном экземпляре. И слава богу, потому что еще один ужасный автомобиль на дорогу общего пользования нам нафиг не уперся. Притом самое веселое, что официальные представители ссылаются на недостаток финансирования, что УАЗа тупо не хватает денег на разработку, связано это с тем, что ребята очень сильно потратились на разработку и выпуск Ауруса. И вот таким образом еще один ужасный автомобиль как бы позволил еще одному ужасному автомобилю не доехать до дорог общего пользования. Хотя на самом деле пока что хоронить всю эту историю рано, потому что официально Солерс не говорит о том, что проект закрыт. Скорее всего, он просто будет перенесен на какой-нибудь неопределенный срок. Но опять же, если они будут все это дело переносить, разработка от этого сильно не изменится, они все равно по итогу получат тот же самый продукт, который к тому моменту, когда закончится разработка и он появится на дорогах общего пользования, он будет уже снова морально полностью устаревшим. Притом даже сейчас, ну понятно на бумаге, что русский Prada скорее всего будет говна куском, потому что как бы ничего нового кардинально там не будет. Новые подвески там уже не будет, ребята от этого отказались, потому что слишком дорого. Переработанного дизельного мотора от Форда там тоже не будет, и соответственно новые раздатки там тоже не будет. Поэтому даже если УАЗик новый появится, все, чем он будет категорически отличаться от УАЗ Патриота, это новой уебищной внешностью. Появились первые реальные фото Lada Niva Legend. Контекст такой, что ребята из Автоваза вернули себе бренд Niva, выкупили его обратно у Chevrolet, и теперь они могут его снова полноценно использовать. Квадратную Niva вместо 4х4 теперь снова будут называть Niva Legend. И вот у нас теперь абсолютно старый автомобиль из средневековья с новыми шильдиками, с новым названием представляется как Niva Legend. Притом мне интересно, ну насколько дальше могли бы пойти Неймера и назвать ее та самая Легенд. Или то легендарное великолепие из прошлого, эдишн. И вообще в целом накидайте в комментарии ваши варианты, как могла бы называться новая Нива. Новая старая Нива, новая очень-очень-очень старая Нива, вместо того, что она теперь называется Lada Niva Legend. При этом помимо великолепных, кардинальных и умопомрачительных изменений в виде нового шильдика на новой Lada Niva, также присутствуют обтекатели новые, пластмассовые, которые каким-то образом снижают уровень шума на 1 дБ на скорости выше 120 км. Я думаю, что проблема шума не самая главная проблема Lada Niva, а самая главная проблема Lada Niva в том, что этой конструкции уже более 50 лет. И какой бы великолепной она бы ни была, это все равно уже пора закапывать потихоньку. Даже несмотря на то, что это называется легенд. В Китае начались, начались, стартовали тесты умной дороги. Альянс разработчиков программного обеспечения во главе с компанией Huawei приступил к тестам магистрали, способной обмениваться информацией с автомобилями. И будущее подбирается к нам чуть быстрее, чем планировалось, в принципе, и через какое-то время, я думаю, уже в перспективе 10-15 лет, где-то в мире будут дороги, которые совершенно спокойно будут общаться с автомобилем, передавать ему дорожную ситуацию, передавать ему сколько там вообще аварий, какая ситуация на дороге и бла-бла-бла. И самое главное, что автомобили будут эту информацию воспринимать. И это в том числе очень большой шаг к инфраструктуре полного автопилота, когда у нас, я надеюсь, мы доживем до этого момента, дороги станут полностью автономными, и автомобили будут иметь полный автопилот, и вы в него просто садитесь, и он сам себе едет, куда вам нужно. Само собой понятно, что это всего лишь просто наработки, разработки, первые тесты. Китайцы просто там что-то тестируют, и пока что до реальной рабочей развязки или магистрали речи не идет. И, соответственно, никаких дат, даже примерных, альянсы разработчики не называют. Но все равно, очень прикольно, что такие разработки уже появились и начинают тестироваться в реальной жизни. Кайф. Кросс-купе Джили Тугелла может подешеветь на 100 тысяч рублей. Ну и хер бы с ним, потому что от этого лучше как автомобиль она не станет. Она, оно, вот это вот. Опять же, подешевеет она не потому, что китайцы такие умные, придумали какой-то супер новый метод сборки, сильно удешевили производство или решили срезать свою маржу. Нет, они просто притащат к нам в страну более дешевую комплектацию, где будут диски меньшего размера, не такая богатая отделка салона, поэтому и хер бы с ним вообще. Потому что еще раз повторю, лучше от этого как автомобиль Тугелла не станет. Как проветривать машину, чтобы снизить риск заражения коронавирусом? Мнение ученых. Ученые из американского университета Брауна опубликовали исследования из области гидро- и аэродинамики, а не медицины. Тем не менее, изучались в нем вопросы распространения вирусов в закрытых пространствах. Выяснилось, что открывая автомобильные окна, в определенном сочетании можно заметно снизить риск заражения COVID-19. И там дальше идет очень забавный бред по поводу того, каким образом нужно защищаться в машине от великого и ужасного коронавируса. Что люди, даже которые едут вместе в машине, в масках, все равно подвергаются риску заражения, потому что они таким образом не соблюдают социальную дистанцию. И через воздух все равно коронавирус может добраться до вашего пассажира. И они предлагают вам ездить с открытыми окнами. Даже в минус 20. Пацаны говорят, ну в целом ничего страшного. В минус 20, ну, можно потерпеть. Просто хотя бы открывайте передние. Всего лишь передние. Не все четыре, а всего лишь передние стекла. Я бы очень сильно посмотрел бы на ученых, на их лица, если бы они проехали бы трассу Москва-Питер, например, с полностью открытыми передними окнами в минус 20, при этом полностью защитя себя от проникновения коронавируса, но, скорее всего, с замороженной нахер головой. BMW примет решение о собственном производстве в России в 2021 году. BMW в скором времени надеется принять решение по собственному производству автомобилей в России. Немцы оценивают проект с точки зрения прибыльности и взаимодействия с партнерами и государством. Контекст такой, что BMW давным-давно у нас хочет уже замутить нормальное производство, а не локальную сборку, потому что сейчас все, что собирается в Калини, во-первых, это далеко не весь модельный ряд, во-вторых, это все-таки крупноузловая сборка. Там не собирается автомобиль по полному циклу, если что. И самая большая проблема, которая сейчас стоит перед BMW, это договориться с государством, потому что у нас довольно мутные условия сотрудничества с какими-то компаниями, с автопроизводителями, которые, ну, как бы не российские. С автовазом там все понятно, там в целом все понятно вообще полностью. А так как BMW у нас премиальный автопроизводитель, у них не такой огромный объем выпуска, как у всех бюджетных брендов, например, у Skoda, у Volkswagen, у Hyundai, Kia, которые производят автомобили в большом количестве у нас в стране, они могут себе позволить, имеется в виду бюджетные бренды, производство здесь, потому что за счет большого объема продукции они себестоимость конвейера снижают и могут на этом деле зарабатывать. У BMW, несмотря на то, что они сейчас лидеры у нас в стране в премиальном сегменте, там по сравнению с Mercedes или Audi, объем продукции большой, но не настолько, чтобы в текущих реалиях и в текущих условиях, которые нам диктует, которые им диктует наше правительство, поставить полностью свой завод. Хотя одновременно с этим у них довольно плачевная ситуация в том, что разница между машинами, которые локально собраны у нас и привезенные из Германии, не такая большая по ценнику. И люди потихонечку выбирают то, что произведено в Германии по большей части и встает большой вопрос, а нахрена нам Калина? Ну, в плане завод в Калине. И либо им его полностью реструктуризировать и делать производство по полному циклу, но только при условии, если они договорятся с правительством, либо просто его закрывать и продолжать возить тачки из Германии. При этом, с учетом того, что BMW верит в наш рынок, что он вырастет, особенно премиальный сегмент, им очень хочется поставить у нас завод. Потому что таким образом они смогут заработать больше денег на дистанции, потому что BMW с нашего рынка уходить никуда не собирается, в ближайшей перспективе лет 20, скорее всего. Но тут вопрос, просто договорятся ли парни с государством. Будем посмотреть. Названы сроки премьеры внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Японская компания Toyota представит внедорожник Land Cruiser под лицом 300 в августе нынешнего года. Ну, представит и хер бы с ним, потому что, ну, как бы, куда они денутся, в любом случае, уже пора. Уже все, 12 лет существует, 200-ка на конвейере, и уже это пора закапывать давным-давно, очевидно и понятно. Но проблема в том, что, скорее всего, новое поколение не будет сильно отличаться от текущего. Да, возможно, они там что-то поставят в подвеску от ТНГ, но в любом случае этот автомобиль не будет стоять на новой платформе. Там в любом случае будет рама и больше неизвестно ничего, потому что Toyota вообще никоим образом не спойлерит новое поколение грузака. Есть куча рендеров, есть куча представлений по поводу того, как он будет выглядеть внешне, но это все, типа, представления каких-либо дизайнеров. Технических параметров никаких неизвестно. Единственный, вроде бы как, максимально достоверный слух, что V8 все-таки из крузака уберут, и он останется только в Лексусе, и то не факт. И опять же, скорее всего, с трехсотки появится гибридная версия. И то, абсолютно все эти слухи Toyota не подтверждает, не опровергает. Вообще молчат просто в тряпочку. Но в любом случае, все, что нужно понимать о новом поколении крузака, это каким бы он ни был, что бы там внутри в нем не стояло, каких бы денег он бы не стоил, он все равно будет очень уверенно продаваться в нашей стране. И не только у нас. Инфографика от Автостата. Какие автомобили становились бестселлерами в РФ за последние 20 лет? И прикольная история здесь заключается в том, что эта инфографика по абсолютным лидерам рынка по годам. Всегда у нас традиционно АвтоВАЗ лидер. В любом случае, какая-либо из моделей АвтоВАЗа всегда это самая популярная тачка у нас в стране. Всегда так было, есть и будет. Но в 2016 и в 2017 году Hyundai Kia умудрился отжать лидирующее место у АвтоВАЗа. В 2016 году самым топовым был Solaris, в 2017 году был Rio. И это свидетельствует как раз о том, что вот эти года были подъемными для нашего рынка. Если посмотреть общий объем продаж, то вот типа 2016 и 2017 год это в целом неплохие года по сравнению с тем, что происходило в целом в мире. И по сравнению со всеми прогнозами, которые тогда существовали вот на тот момент. Но что мне еще здесь показалось забавным, это то, что в 2018 году Lada Vesta стала бестселлером. И после этого у нее это первенство отняла Lada Granta, которая, собственно, никоим образом толком не менялась за все это время. Она была лидером с 2013 по 2015 год. И последние два года у нас снова лидирует самая дешевая модель АвтоВАЗа в абсолютных продажах. И это говорит о том, что, ну, как бы, денежек стало поменьше, поэтому и более бюджетные автомобили стали интересными. С учетом того, что рынок падает, он сокращается у нас от года к году. Можно исключать ту версию, что просто большее количество людей смогло себе позволить автомобиль, поэтому самый бюджетный автомобиль у нас в топе продаж. Нет. Именно потому, что стало меньше денег у людей. И это грустно. И что удивительно, что великая и могучая Lada Priora была лидером у нас в стране всего лишь два года. В 2009 и в 2012 году. И каким образом она завоевала свою вот эту вот такую, типа, популярность, мемную. И уважение среди автомобильного АвтоВАЗовского сообщества я вот никогда не выкупал и, наверное, никогда не выкуплю. И слава богу, есть все-таки вещи в мире, которые я не хочу понимать. Влияние пандемии COVID-19 на авторынки в 2020 году. Сравниваем цифры продаж. Из этих цифр продаж сразу становится понятно, что слава богу, что мы живем в России. Потому что у нас все-таки, даже несмотря на то, что все-таки был локдаун, он всего лишь продолжался два месяца. Так или иначе, наша экономика и автомобильный рынок не так сильно пошатнулись, как это, типа, происходит в Европе или в каких-либо других странах. Сразу вам скажу, что в нашей стране продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным АЕБ, в 2020 году сократились на 9,1%. Понятное дело, что здесь это совокупная история от локдауна и, типа, застоя в экономике и абсолютно всех экономических процессов, взятых вместе. И вроде бы, кстати, 9% это довольно сильное падение для рынка, ну, в целом, потому что там обычно эти, там, 1-2%, вот такие показатели. Но, если мы смотрим, например, в Бразилию, то ты такой, 28,6% падения, ты такой, а, могло быть хуже, понятно. Потом ты смотришь в Великобританию, там 29,4%, ты такой, а, уяснил. В Италии 27,9% падения, в Испании 32,3%, во Франции 25,5%, в Германии 19,1%, и ты такой, а, ну, ладно, все, понятно. А при этом Китай, который нам подарил, как факт, коронавирус, упал всего лишь на 6,7%. При том, что там точно такая же ситуация, как и у нас в предыдущие года, и все предыдущее время авторынок Китая сокращался, он находился в падении. Поэтому эта цифра, на самом деле, вообще не такая уж и страшная. Вполне возможно, что показатель китайского авторынка и без локдауна был бы примерно в том же самом районе, там, в районе 4% падения, ожидалось, по крайней мере. Ну, и все остальные страны, в принципе, тоже, по большей части, себе вот очень уверенно выстрелили в ногу, всеми карантинными мерами, потому что в Индии тоже на 17% падение, в Японии, где не такой уж жесткий локдаун, 11%, ну, и так далее. При этом удивительно себя чувствует на фоне всей этой тусовки Турция, потому что в Турецкой Республике объем автомобильных продаж вырос. И мало того, что он вырос, так он еще и вырос, сволочно, на 61%, и что-то как так непонятно. Ну, то есть сами турки такие, типа, мы вот психанули что-то, взяли, все купили. Много лет до этого ничего не покупали, все было очень плохо, и автомобили в целом у нас не пользовались никакой популярностью, а сейчас что-то взяли и купили. Вот примерно такой ответ от аналитиков. Старший брат Дастера. Первое изображение серийного Bigster от Dacia. Группа Renault недавно представила концерт будущей новинки бренда Dacia, ну, и как он точно называется, еще пока непонятно. Выглядит автомобиль вот так, и Renault очень сильно гордится тем, что вот это у нас, типа, здоровенный кроссовер на нашей той же самой платформе CMFB. И, типа, мы точно, совершенно точно запустим это дело в производство, а плюс, что еще немаловажно, все расширители и все пластмассовые детали сделаны из переработанного пластика. Как будто бы всем не похуй. И на самом деле я удивляюсь, почему раньше Renault не сделала ничего подобного, потому что очевидно, ну, очевидно, что автомобиль, условно говоря, в той же самой лиге, что и Дастер, который будет на немного побольше процентов, там, на 8-10 в объеме, примерно настолько же он будет стоить подороже, очень сильно востребовано нашим рынком. Потому что ничего объемного, по сути, в этих бюджетах у нас в стране нет. Самое ближайшее, что плюс-минус, ну, большое, это что у нас, корейцы? Все, что может плюс-минус быть похожим на настоящий семиместный автомобиль. А вполне возможно, что этот новый автомобиль будет семиместным. Но не стоит забывать, что это всего лишь концепт. Пойдет ли автомобиль в серию, будет ли он сделан, абсолютно непонятно. Renault с очень серьезным и уверенным лицом говорит, что точно, через 4 года ждите, будет тачка, все будет отлично. Но даже если она появится, с учетом того, насколько быстро, молниеносно и своевременно к нам пришел новый Дастер, а это произошло спустя несколько лет, как он уже катался на абсолютно всех других рынках, я бы не сильно радовался по поводу этого концепта. Вполне возможно, даже если мы увидим его на дорогах общего пользования, скорее всего, в этом сегменте уже будут более интересные конкуренты от других брендов. Старт нового автогиганта Stellantis. Концерны FCA и PSA окончательно объединились. Ну и в добрый путь. С нашего рынка куда подальше. Камеры зафиксировали 137 миллионов нарушений ПДД за 11 месяцев 2020 года. И это замечательно, и это супер радостно, и это супер круто, потому что чем больше натыкано везде камер, тем более аккуратно и соблюдают правила дорожного движения, едут водители. Потому что опять же стоит всего лишь пару дней поездить по Москве, потом еще пару дней поездить по Питеру, и вы поймете разницу. Или можно в Казань, например, съездить, где тоже абсолютно все увешано в камерах, и там все пусечки, лапочки едут, соблюдают правила дорожного движения, и все замечательно. Вообще не вижу никаких проблем с тем, чтобы абсолютно все на дорогах общего пользования было утыкано камерами, и что при любом же нарушении вам тут же засовывалась палка в жопу. Вообще, типа, не вижу никаких проблем с этим. Вот. Замечательно. Супер лайк. А если вы весь такой из себя гонщик на вашей пироре, то добро пожаловать на трек. А на этом у меня все. Чтобы вам такого разогнать в послевкусе, я вконец вспотел, потому что у меня 3 часа дня, самое жарище. Тут очень-очень влажно, воздух в смысле очень влажный, я сижу весь мокрый под футболкой, но я понимаю, что опять же вам по этому поводу жаловаться абсолютно не имеет никакого смысла, потому что вы там сидите в минус 10, и вы такие, да-да-да-да, давай рассказывай нам. Ну или там в минус 20. Поэтому понимаю и молчу по этому поводу. Но в любом случае, меня еще ждет очень увлекательный день впереди в попытках передать материал парням. А прежде чем я этим займусь, все-таки посоветую вам еще одну книженцию. Кстати говоря, напоминаю, что можно подписаться на мой инстаграм. Там у меня в книжные полочки валяются книжки, которые, ну, типа, я рекомендовал в новостных выпусках. И плюс я туда еще буду сваливать те книги, которые я вот прочитал, но не сильно рекомендую читать. То есть я там, в принципе, буду там выкладывать все, что я читаю. Потому что, опять же, в новостях я, типа, буду показывать только те книги, которые я прочитал, мне понравилось, советую. Как я уже говорил, что у меня на отдых была задача прочитать 7 книг, я уже прочитал 3 или 4. Из них ничего рекомендовать не буду. 3 из них, ну, просто так себе, а одна настолько великолепная, что не хочу даже рекомендовать, оставлю ее себе. Айн Рэнд, источник. Все, как только слышат имя и фамилию Айн Рэнд, все тут же вспоминают «Атлант расправил плечи». Спорная книга, согласен, типа, есть много нюансов и прочего-прочего. И вот, по-моему, источник я не советовал. Потому что я помню, что в какой-то из новостных выпусков я пытался посоветовать Айн Рэнд. Даня Гудков, который обычно сидит за камерами, начал жутко по этому поводу возникать, что «Ой, фу, да бе-бе-бе-бе-бе-бе». Но он так говорил по поводу «Атлант расправил плечи». И в целом я там могу с ним в чем-то согласиться. И поэтому рекомендую не «Атланта», а «Источник». Потому что «Источник» прям очень классная штука. Мне прям очень понравилась. Рекомендую, если вдруг не читали. Ничего не читайте про книгу, ничего не читайте про автора. Просто открывайте и начинайте читать. Я как раз допил водичку. Ну и пойду сидеть в какое-нибудь кафе, что-нибудь кушать и запихивать этот новостной выпуск на яд и параллельно писать сценарь. Всем пока. И хорошенько отдохни. Все-таки завтра на работу. Давай.